Ну, игроки, в общем, неплохого уровня, но не более того. Бес такой немножко нестабильный игрок. Играл он у Ивковича в Айки. Аргентинец с итальянским паспортом. Также его нет в составе. Но еще бы я хотел сказать, что в этом составе Тауграсу нечего терять. Они достаточно будут раскованы. И, в общем, в этом, наверное, их сегодня будет опасно. Но и главный тренер Тау-Керамики Душка Иванович сказал перед матчем, что в этой игре его устроит только победа. Посмотрим, как будет достигать эта испанская команда. Ложное начало было у нас. Не удалось арбитру сбросить спорный мяч. Выиграли его испанцы. И представим их стартовую пятерку под восьмым номером Кальдерон. Под седьмым Арвидос Мациялскас. Под девятым Пидал. Под восемнадцатым Корнель Давид. Венгерский форвард. И четвертый номер Луис Скола. Забыл я представить вам Давида. Давид играл в нескольких клубах НБА. 27 матчей провел на фонаре. Да, но в общем мне не поразил воображение. И в общем тоже, хотя, смазал. Ну а ЦСКА начал в своем традиционном для матча Евролиги составе. Холден, Браун, Грейнджер, Дикудис, Андерсон. Сейчас первый быстрый прорыв армейцев. Дикудис был на его острие, но не смог завершить его точным броском. Луис Скола против Андерсона заталкивает астралийца с датским паспортом в лицевую. И открывает счет 2-0. Павели испанцы в дебюте первой четверти. Луис Скола показал, что он очень опасен. Андерсон борется за позицию против Моцеяускас. Маркус Браун в проходе. К сожалению, не смог Маркус забить этот мяч. Нужен ему. Был удачный бросок в начале, чтобы почувствовать уверенность в своих действиях. Не очень получается пока у Маркуса в нападении. В этом сезоне в розыгрыше Евролиги. Но очень здорово против него стали защищаться. Очень концентрировано. Здесь много подсороковок, поэтому сложно Маркуса. Да, но сначала не за ЦСКА. Так, Эльдерон забил с фолом. Реализовал штрафной 5-0. Испанцы повели по истечении первой минуты этого поединка. И на счету армейцев уже два командных фола. Ну вот то, о чем я говорил. Может быть, немножко не хватило концентрации. В двух довольно простых ситуациях смазал Дикудис и Браун. Хороший быстрый прорыв был с участием Дикудиса. Но не забил он из-под кольца. А Браун, в общем, очень неплохо проходил. Индивидуальный проход завершал, тоже не смог. Заметь этот мяч. Их будет сломать. Странно, почему сегодня не свистнули. Явно при броске попал в руку. Сказалось, что чисто сыграл Дарит в этом эпизоде. Ранее нападение испанцев мажет дистанцией Кельдерон. Скола на подборе, но от его рук мяч улетает за лицевую линию. И вновь Андерсон сбрасывает на Джона Роберта Судена, который показывает вторую комбинацию. Получает серию заслонов Грэнджер. Но до мяча не добирается. Браун на своей позиции. Промагирует Маркос. Матаялска забирает подбор. Быстро и атакивает Санцов. Сейчас, наверное, не получится. Скола. Против него Андерсон поднимает ползосколы. Высоко на периметр. Очень сложный мяч забивает Матаялска. Здорово он сыграл. Да, такое довольно обескураживающее начало. 7-0. Лейтар! Лейтар! Такое впечатление, что не справляется армейская за стартовым волнением. И вот Маркус Браун. Наконец открывает счет армейским очкам в этой встрече. В хорошем проходе. Душан Ивкович на ваших экранах пока спокоен. 7-2. Ну и сейчас неплохо бы отбиться Матаялска против Грэнджера. Точен. Почувствовал хорошо себя Матаялска. Но у этого игрока, если у него пойдет, достаточно сложно остановить. Достаточно вспомнить полуфинал Олимпийского турнира, когда литовцы играли с итальянцами. И в первой половине Матаялска просто не мог промахнуться. 9 из 10 бросков сыграл. У него тогда достигли цели. И сегодня, кстати, Матаялска слышал первым на разминку из игроков стал керамикой. Я наблюдал за этим бросков. И в 3-5, наверное, с разных позиций и дистанций. Мимо ушли, ну, броска 2-3. То есть, понятия неродные кольца для Матаялска со такой впечатлением не существует. Мы будем надеяться, что свою обойму он вскоре расстреляет. Хорошо сыграли сейчас. Полден скинул на себя высокого игрока, который опекал Андерсона. И Андерсен, в общем, должен был забивать. И забил средний бросок. Но очень важное попадание это для Дэвида Андерсона. Не ладится у него дело с бросками. Дистанции в этом розыгрыше Евролиги. Но и вот тоже этот слабитый мяч должен придать Дэвиду уверенности. Согласен. Немножко не холодает, мне кажется. Вот не может найти. Он не мог найти, скажем так, свою игру. Вот. Важно то, что он попал первый в бой бросок. Фидологический бой полевый. Пола запутал финтами Дикудиса. Смог выбросить мяч по концову. Хороший пол, да? Давиду. Да, неправильно он боролся за подбор. Подталкивал спину. Кого-то из армейцев. И второе персональное замечание получает Давид. Оно же становится вторым для Тау-Керамики в этой четверти. Вторым командным замечанием. И Джон Роберт Холден начинает атаку. Получает доскон от Андерсона. Андерсен проваливается под кольцо. Прекрасная двойка. Двойка. Да, баскетбол состоит из простых комбинаций, которые оказываются наиболее действием, что и подтверждают нам сейчас испанцы. Ну, точнее, игроки испанской команды. На триею оказался венгер Корнель Давид. Хороший паузер сам отдал Видаль. Видаль такой больший специалист по защитным действиям. Промахивается с дуги Джон Роберт Холден. Вновь быстро избанка атака. И специалист по защите действиям. Не смогли остановить Видаля. В быстром прорыве вновь плюс семь. Вмечает ему и маска, которая закрывает его лицо. Забились. Неужели не засчитывает арбитр этот мяч? Не надо засчитывать. Да, засчитали. Это очень странная жестикуляция была у арбитра. Немного взяла на место влуждения. Здесь в школе выпитали персональное замечание. Два очка Маркуса Брауна засчитано. И еще один штрафной Маркус исполнит. Расставники обеих команд на ногах. Активно руководят действиями своих команд. Вот только сейчас Душка Иванович отправился в сторону лавки. Но не присаживается. Маркус Браун реализует штрафной бросок. 9-13. И потихоньку начинают армейцы играть. Прихват. И как-то так поднимает Андерсон до сколы. Но за счет скорости Луис Кола сейчас Андерсон обыграл. Надо было кому-то из партнеров подстраховать. Я пропустил момент кому-то. Потому что слишком длинный проход. И не очень быстрый. Делал сколы. Здесь немножко не сработала защита. ЦСКА. Третий промах из-за дуги в исполнении армейцев. Отметились уже Браун, Холден. И вот сейчас Грейджер не точными бросками. Волнение сказывается. Но вот о позиции Муцеболита стал в керамике. Заметно, что очень и очень агрессивно они настроены. Постоянно в любом месте. Видал, выносит мяч из-за Лизона. Зону поставили армейцы. Да, армейцы поставили зону. Очень хорошо зона сработала. Да, в матче с Бофинок. В матче уже против Манатина и Коса. Но вот сейчас вот, о чем мы говорили, уж очень горячий пока Мацияускас. Тут же забил трёхку из угла. Да, Мацияускас им нужен глаз за глаз. И парк тут Браун, какой сейчас. Здорово забивает два очка. На личную оборону перегляем опять. Наверное, будут чередовать армейцы, чтобы запутать своих противников. Впрочем, посмотрим. Увидим это чуть позже, пока Мацияускас через Грейджера. И вот чудом сейчас мяч не попадает в армейцы, как что? Да, это довольно опасно для Тао. Интересно, поменяет ли его Тушка Иванович? Меняет. Да, в условиях дефицита игроков. Девятером, напомним, испанцы прибыли в Россию. Эндрю Бетт под 51 номером появляется на площадке вместо Корнеля Давида. Но испанцы готовятся прессинговать. Да нет, обозначает Кельдерон. Активную защиту. Успевает отменяться жестами своим тренером Душка Ивановичем. Грейджер против Мацияускаса. Скола там успевает выйти на подстраховку и... Да, тяжелый бросок выбрасывал Грейджер. Может быть стоило ему подавить Мацияускаса скиной. Или в конце скинуть свободность, как оказалось, Андерсон. Андерсон сейчас получает персональное замечание в противоборстве с Беттом. Станет отключением на линию штрафных. Ну и там был эпизод Скола. Ставил заслон там уже из своих маленьких. Сделан это активно. Не очень чисто показалось нам коммендаторской позиции. Но тем не менее, что Арбитра вбеднулся в этой ситуации. Бетт на линии штрафных. Не добрасывает. С прямых рук практически кистями хотел им сдадить этот мяч. Не получилось. Но у Бетта вообще... Здесь все в порядке. 83% выиграл в Евролиге в этом сезоне. Сейчас мажет два. Нам просят перебить раньше времени. Кто-то из армейцев пошел в трехсекундную зону. Третья попытка у Бетта. И третий мимо. Ну что же это такое? Скола выигрывает мяч под нашим щитом. Да, пока не очень хорошо с концентрацией у армейцев. И Еврихович решил выпустить двух свежих игроков. Напрасно Холден залез под большого Бетта. Вот это Явск смажет второй подряд трехочковый. Есть возможность для быстрой атаки у армейцев. Холден за счет скорости Зорова обманывает Бетта. Но не забивает мяч. И там не смогли добавить армейцы. Вновь потеря. Ой-ой-ой. И вновь персонального замечания. Грейнджер останавливает прорыв медала. Да, пока очень неудачно складывается матч для нашей команды. Пастор прохода Холдена. Но ведь не прыгая практически Бетта на Кл. Бросок и замена. Грейнджер и Дикудис отправляются на лавку. Дикудис Андерс и Сергей Моня выходят на площадку. Но Сергей Моня, по идее, должен добавить крепости армейской защите. Но это не пошло у Грейнджера. Два персональных замечания и ни одного очка на его счету. Ну а посмотрим, как Дикудис будет противостоять Бетту и Сколе. Хотел бы напомнить, что Дикудис и Маркин Юлиса вместе с Беттсом играли под руководством Аэра Викторовича в греческом Аэреке. Ну и Беттс там активно выиграл такую позицию у Димаса Дикудиса. Но забитый мяч. 21-11. Армейцы проигрывают 10 очков. Продолжают испанцы очень активно защищаться. Два штрафных будет пробивать Маркин Браун. Видал нарушить правила. Атаковал Маркин Браун в 8 метрах от кольца. Очень активно заряжены на активную игру в обороне игроки испанской команды. И мажет Маркин Браун штрафной. Вдох разочарования прокатился по... Такое ощущение, что Маркин потерял немножко уверенность в своем штрафном брасте. Не забывает второй. Вначале не просто разница. Ну и пока Маркин Браун там идет активный игрок в матче. 8 очков на его счету. Вообще у Армейцев пока двое только отметили забитыми мячами. Это Браун и Дэвид Андерсон. Здорово сейчас Сергей Моня зацепил передачу адресовывающей школе. В школе отбились армейцы. И Скола защитывает уже этот мяч. Да, так и есть. Уже отпускался мяч кольцо после броска Маркуса Брауна, когда Скола смахнул его. По-активнее начали играть на армейцев защите. Надеюсь, сейчас принесет свои клады. Здорово в холоду на подстраховке. Успел он перехватить передачу. Подстраховал страхующего, так сказать. Тихудин, мажет из-за кольца, забирает подбор после собственного промаха. Ну что же, до пяти очков. Хорошую передачу Моня отдавал. Моня в этом году неплохо ассистирует партнерам. Да. Мациялсков по-прежнему в огне. Девятое очко набирает он в этом матче. 24-16. Впереди баскетболисты Тал-Керамики. Мартин Мюрсик против Сколы. Может Мартин обыграть и обыгрывает, но вновь не получается бросок в завершающей стадии. Мациялсков похоже было на пробежку у литовца. Но тем не менее фолл Сергея Умони определяют арбитры, а вовсе не пробежку. Как хотелось бы болельщикам ЦСКА. И Мациялсков пробьет штрафные броски. Замена у Таугерса. Да, битерс на скобейку. И под 13-м номером впервые в матче Евролиги у Лев в этом сезоне появляется Роберт Конли. Американский форвард. 198 сантиметров его рост. 27 лет ему. Призвал он стал керамику немного не мало заменить как раз на Чиони. Известен он как такой заряженный на атаку игрок. Здорово борется за счетами. Сначала испанского беремства провел... Не напомните Сергея назвать эту испанскую команду? В Жироне. В Жироне и за 8 игр в среднем набирал 19 очков и делал 7 подборов. За игру испанского чемпионата в этом сезоне напомню. А пока Маркус Браун пошел против него в проход и вынудил Конли тут же отметиться персональным замечанием. Ну вот какая-то своеобразная дуэль. Мацияловский с Браун сейчас на площадке. Мацияловский забил уже 10 очков. А Маркус... Маркус по-моему 9. Не видно нам отсюда. Табло. 11, похоже. Да. Ну, главное пока, конечно, не в противоборстве снайперов. Главное пока в том, что армейцы по-прежнему проигрывают. 18-25 минус 7 у ЦСКА за полторы минуты до конца первой четверти. И пока есть небольшая проблема у армейцев в защите. Скола делает пробежку. Есть у армейцев небольшие проблемы в обороне. И вот может быть сейчас крепость этой самой обороны... Крепость этой самой обороны придаст объявление по залу о том, что на матче присутствует министр обороны Российской Федерации Сергей Борисович Иванов. Пока Дикудис против Бетса. Уверенно заталкивал Бетса под кольцо. Но Бетса оказался парнем не промах. Выбил он мяч из рук Дикудиса. Продолжается армейская атака. 11 секунд. Баскетболистов ЦСКА на бросок. Вновь Дикудис получает мяч. Спасовывает его на периметр Мюрсову. Холден в проходе и вновь Бетс давит блок шоу. Не поверил, что Бетс может накрыть его бросок второй раз. Это случается уже в матче. И 6 секунд у армейцев на атаку. Дикудису придется сейчас форсировать события против Бетса. Тяжелейший мяч забивает сейчас Дикудис. И нужно было видеть лицо Бетса в этот момент. Так он расстроился. Конли. Здесь хорошо его встречают. Получилось много передач в трехсекундной зоне. Отдают друг другу испанцы. Тем не менее отбиваются наши Сергей Мония с пола. Забирает мяч, который предварительно он еще и выбил из рук Бетса. Но и здесь Конли получает второе персональное замечание. Да, неплохо нашли сейчас Дикудиса под кольцом. Уверенно он стал переигрывать. Конли, который менее мощный и пониже ростом. Сейчас главное реализовать два штрафных. И тогда можно будет сказать, что погоня удалась. 33 секунды остается до конца. Четвертый. Забивает Тимас Дикудис. 21-25. Пять. 33 секунды. Но нужно сейчас армейцам отбиться. Будет еще время у них на атаку. я уже против брауна и будешь на подстраховки не позволяет выбрать действительно набрасывал материал скач бетсу секунды осталось до конца четверти дождался все-таки холден того как на что на него выйдут большие это угроза и сделал хорошую скидку мартин урсов устанавливает окончательный счет в первой 10 минутки сам улетает быстрый прорыв но всю площадку пролетел американец и 49 41 49 на указ браун грейнджер панов саврасенко у нас на площадке у испанцев кальдерон видал скола конли и петсу на саврасенко в предыдущей атаке неправильный угол был по полукаса через всю площадку он по диагонали передавал мяч и в общем он ли перехватил его но будем надеяться что армейцам удастся склонить чашу весов свою пользу если это не произойдет сейчас будем надеяться третий браун здорово сыграл в этом эпизоде прочитал что знал что фон и будет рассчитывать на то что он поставил поставить за зон отвернулся отсек фон и вот кольца и очень пытался получить передачу но вы на и ну и вынудил фон и свалить но я продолжу свою мысль о том что если в ближайшее время не наступит какого-то прорыва уже не в игре армейцев будем надеяться на то чудо которое помогло армейцам победить матчи прошлого года ничего страшного пока не правом уверен все здорово сделал маркус в этом эпизоде но завес под кольцо немножко неудобно было ему отдыховать а не хватает мне кажется трех очковых 81 на армейцы пробили трех очковые и общем позволяют они то угрозу очень концентрировано играть защиты и вот в предыдущей атаке мы это видели не было пространство для того чтобы пройти под щит сделать какой-то проникающий вот и право все-таки нашел возможность для этого но выполнял довольно тяжелый бросок он ли против дрейнджера сейчас сыграл американец испанский так успел еще в полете переложить мяч но промахнулся лука сыграет двоечку заврастика троечка получилось там пану молодец здорово пану ну вот пану хоть справился слишком откровенную передачу он выполнял на соврасинках но сейчас очень здорово почитал ситуацию красивый получился момент при отбить сейчас надо он побывает по кольцам сколу но здорово там напугал его алексей соврасинка вылетел реагируя на финт сколы такой вообще что засмотрелся аргентинец на этот полет алексея и распорядиться мячом не лучшим образом вновь не получается Марвус Браун был один в углу ни Пополукас, ни Панов не увидели его и Панов выполняя тяжелый бросок смазал его ну а сейчас Пополукас в принципе грамотным полом остановил быстрый прорыв Таугреса не получается у Сергея Панова его коронный бросок левый полукрюк сейчас тоже не достиг он цели 43-49 7-48 остается до конца третьей четверти и по два команды замечания уже имеют команды Скола против Панова пробежка нет, не пробежка Скола против Панова 100% пока со Сколой, в общем, никто, наверное, из армейцев не справляет все, кто играл против него Панов получает третье персональное замечание уже и третье командное этого ЦСКА Бедис Тихудис, наверное, поменяет Панова да, демонстринец Тихудис заменяет капитана команды Сергея Панова теперь, если он пытается угомонить Школу ну и пока, надо сказать, Школа не очень жаждет получить мяч здесь Вест против Саврасенко есть что? еще одно персональное замечание четвертое четвертое командное, да все будут пробиваться быстро армейцы набрали за две с половиной минуты четыре персональных замечания командных, извините очень, что обоюдный ход сейчас дает арбитр показывал на пять и один момент в итоге пол только Саврасенко судя по тому, что не изменилось количество командных замечаний это, кстати, третье персональное замечание у Алексея подвисает он немного на полах понли ну, просто как на площадку в бронусе а почему сбросили, нет? странно уж очень, уж очень, уж очень плохо без фола нам сейчас ну вот теперь наконец-то вовремя что-то произвучало сирена Саврасенко там хорошо отбился против Фельдерона не позволил ему пройти ну и не дал молодец возможности заработать пол брал отличную передачу отличный пас под кольцо на Дикудиса Дикудис набирает свой десятый очко в этой встрече минус четыре у ЦСК 45-49 стола с мячом не угрожает пока проходом Дикудис старается следовать за ним подсуду но вот сейчас не очень удачно принялись с Лукасом но тем не менее все закончилось хорошо Лукас забрал подбор не торопясь армейцы переходят в позиционное нападение Браун просит взаимодействий не находит внимания не у Дикудиса не Саврасенко и сам из-за дуги второе трехочковое попадание армейцев в этом матче и до минимума сокращает он разницу в счете интересный был эпизод Браун просил сначала заснул с одной стороны потом с другой не дождавшись забил трехочковый но в общем и Конли ответил тем же не успел вновь Грейнджер за своим нападающим в этом эпизоде ну и Конли мы видим освоился 5 минут проведенных на площадке вполне ему хватило понять что такое Евролигу хлеб и замена двойная в составе стал керамики на площадку вместо сколы выходит Корнель Давиду которого три персональных замечания и вместо Конли возвращается на площадку Арвидас Мациялска который двоих десять очков набрал в первой четверти во второй армейцы вроде бы справились с литовцем вынужден был Душка Иванович посадить его на скамеечку нет не получилось второй раз подряд у Маркуса Брауна завершить отташку немножко не хватает командной игры сегодня мне кажется в армейце слишком уповают они на индивидуальное мастерство Маркуса Брауна ну а Школа первый раз присел на скамейку запасных Давид против Дикудиса обыграл в центр трехсекундной зоны левой рукой забил этот мяч не просто ему пришлось не смогли армейцы отбиться да не хотят ломаться фестболисты Таугрыса и вот никого нет на платборе но хоть сбежать сейчас не позволили испанцам остановили второго здесь вот тут прорыв там расставляет досконы браун против Дикудиса эту парочку мы уже видели в первой четверти семь секунд шесть подобрать мяч надо Дикудис забирает подбор ну и здесь пол получает гельдерон четвертая командная ну теперь чуть-чуть полегче будет нам в 50 минутке четвертая командная получают испанцы да ну вот опять же не хватает мне кажется сегодня бросков грейнджер ни одного ни одного очка на его счету вот именно трех очков не хватает полегче было бы попасть два раза из-за дуги и в общем не такой концентрированной бы стала защита Саврасенко против Бетса забивает Алексей молодец полом Душка Иванович показывает что пробежка была но нет неумолимые арбитры мяч считать и один штрафной пробьет Алексей Саврасенко здорово обыграл Бетса погнала как-то обтек его Алексей в этом эпизоде и забил мяч стопроцентные показатели с игры у Алексея эх штрафной ключ не получилось Дикутис добрался мяча первым но не было возможности у него схватить отвратку в сторону дрейнджера но за того мяч уже не дошел Давид с периметра собирался пойти в проход но Дикутис смог его остановить сейчас разменялись Браун против Давида отчаянно там сражается Маркус за позицию и в общем забрать надо его усилия не пропали даром против высокорослого Дикутиса Видалу было тяжело атаковать на исходе владения там же Маркус забрал поцепь земли по полукрасу хорошо по полукрасу размазал защиту Таугреса нашел дырку и вынудил Бетсу спалить это четвертое персональное замечание центрового Тау-Керамити Тау-Керамити запасных ну и трое стартовые пятерки у армейцев на площадке это Браун, Грейнжер и Югудис вместо Фолдена у нас по полукас и вместо Андерсона Саврасенко Дважды точен по полукасу 52-54 очень важно сейчас отбиться отбиться желательно без школы Паврасенко против школы оказывается периметра здорово по полукасу и забирать да по полукасу ушел на подстраховку зацепил этот мяч пас у Саврасенко ой-ой-ой-ой-ой какая хорошая была контратака да и вернули нам испанцы обидно обидно вместо ровного счета минус 4 до 3 минуты 15 секунд как Алексей смазалась под кольца улыбается Алексей похоже сам себя корица это промах супер по полукасу отдаёт у своего партнёра подборной гречи Димас и Дикудиса тот точен вновь минус 2 3 минуты остается играть в третьей четверке в третьей четверке в третьей четверке в третьей четверке против Саврасенко против Давида Масиялска Браун выбирает из поддослонов Грейнзер на подстраховке их не смогли захватить мяч по полукасу пол по полукасу ну посмотрим пока Саврасенко не очень удачно пробивал штрафные может быть это не самое плохое то что могло случиться да причём нацелил скола на то чтобы пойти в проход ну казалось что мяч уже армейцами перехвачен и в общем в последний момент несколько уже два человека были в быстром прорыве вот мы видим а тут получилось наоборот в третьем два из трёх скола пробивает штрафные в этом розыгрыше Евролигии хорошо был правлый ну смахнуть надо проспали сейчас и Саврасенко и Дикуди смогли они смахнуть этот мяч уже почти были они в том уже бывали у них кольца поэтому не стали что называется ну вот искать от добра крейджер против настоял крейджер против настоял Кута Дикуди борется за место там с Давидом освободил место для прохода Крейджер не везет сегодня армейцам вываливается мяч из из кольца ну а из мальчика тут же контратак наказывает прям какой-то футболуна здесь забиваешь ты тут же возвращаю за два раза по минус 4 получился сыграть наконец-то наконец-то грейджер набирает свои первые очки в этом матче точное попадание из-за дуги в оборотку вернул он нациялся с удалжок 50-60 меньше двух минут до конца третьей четверти нациялся 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 с не нациялся не начинал эту четверть вместо фон выше нациялся 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 2 секунды на атаку оставалось у испанцев в тот момент когда он получил мяч и хватило этого времени ему на то чтобы отправить очередной трехочковый в корзину армейцев 65-61 впереди Талкерамика дайм-аут за 29 секунд до конца третьей четверти вперед Душиневкович да выпускает маленький состав Душиневкович выпускает вместо большого игрока вместо Болдона теперь будет определенный мисс матч ну я думаю что надо Папалукасу отдать передачу и он должен против Давида да вот здесь вот он должен один в один его обыгрывать правильно отлично Аааа Теодорос Папалукас браво вот это вот за счет скорости Теодорос Папалукас эффективнейшим гвоздем Отправлять команды на последний короткий перерыв При счете 66-65 В пользу ЦСКА Плёно подъехать свою команду Ну что же, по-прежнему на площадке у Сау-Керамики Стартовый состав Кальдерон, Видал, Масиялскас, Давид, Скола У армейцев Попалукас, Браун, Грейнджер, Дикудис, Мартин, Мюрсеп Греки, прошу прощения Испанцы начали эту четверть со своим владением Мартин Мюрсеп Ой-ой-ой, получается сейчас персональное замечание Не пускал он Сколу в лицевую Чересчур активно там обнимался Мартин Получает Сколу, это второе персональное замечание у Мюрсепа Сейчас успел вот своим Мартин Но вот Сколу получает мяч Мартин сзади в позицию Хорошо, Мартин Выметел аргентинцы отворачиваться в лицевую В защиту Хорошо, Мартин защищался сейчас очень удачно Из тяжелого положения аргентинец бросал и не попал Здорово отбился Мюрсеп И армейцы идут в атаку Подгоняемые трибунами Не в ту сторону Да, Грейджер Не смелый шаг назад И все Но тем не менее разобрался Антонио в этой ситуации 68-65 Потеряли его при разменах там Испанцы Браун внимателен с Мациялскосом Молодец Дипудис успел выйти из-под заслона Но вот как раз Сколу-то забыли И вновь мажет Сколу из-под кольца И на этот раз не удается забрать ему мяч после собственного промаха Вот, может быть, сейчас нам наконец повезло в полной мере Ему уже запкнив на Грейджера Нет, чуть-чуть поторопился, мне кажется, Мартин Еще не занял позицию Грейджер Но смысл этой передачи был понятен Против Грейджера действовал в том эпизоде Мациялскос, конечно, не самый великий защитник литовец Но вот Дипудис сейчас вынужден был очень жестко фалить против Сколы Но правильно он сделал, понял, что уже нет никакой возможности у него падало на Сколу В общем, это никакой грубости, естественно, нет Абсолютно, как бы, игровский фол Жесткий, под кольцом противника выбрасывается Поговорять не очень нельзя Ну и замена вместо Гидала выходит Конли Конли 4 персональных замечания Но Душка Иванович решил, что настало время усилить атаку Неплохо атаковал Конли 11 очков Для него Да, но перестал мазать штрафные Сколы Сократил отставание 2 очка 68-67 впереди армейцы А Мартина Мерсова здорово Мартин разворачивался, но вот, к сожалению, мяч украдить не смог Чересчур резко сыграл эстонский фору в этом эпизоде Немного Я справился с этой своей резкостью Давид против Декурица Сколы против Декурица Оттягивается туда, вот он украдает Своенным нападением на этот раз Сколы обыграл Мирсов, но вновь промахнулся из-под кольца Это же Мартин не выключился из борьбы Оставил руки вверху Исколе пришлось иметь, что называется, руки Мартину в беду Мы будем надеяться, что посвежее в концовке будут В армейце Создать надо с Мартином мяч Отсоялось Только второе персональное замечание У него, может быть, кажется, это усталость Практически без замены играл Сколы И вот эти вот промахи из-под кольца Они вообще нет виду усталости Отлично Кстати, разыграли дешевую стердитую двоечку Которую Дикудис Не двоечка, а мне кажется, Попалукас хороший застон поставил Дикудисом И удачную скидку сделал у него Мартин Да, потеряли сейчас армейцы Ну вот Не хватает техники Правил там отчаянно рвался за Макциялском в угол Ну а Мартин Мюрсов, как скала, встал на пути сколы Вновь промахивается аргентинец Попалукас, ехал И пятый фол получает Конли Это такой коронный прием в исполнении Попалукаса Как будто уходит он от кольца Потом вернулся и за счет своего роста В общем, смог переиграть оборону из мансов Ну вот на всякий случай меняет Душка Иванович еще и Давида У которого также четыре фолана С которым есть опасность вылететь за перебор И вместо него под двадцатым номером выходит Габини Теодор с Попалукас пробьет два штрафных И промажет, к сожалению, первый Да, но Давида должен я поправить, в основном Всего три персональных замечания Ну хорошо, что и Попалукас исправился 71-67, вместе мы победим Будем надеяться, держим пальцы крестиком Гальдерон начинает атаку своей команды Видал против Грейнджера, получается застон от Габини Уверен он здесь на подстраховке гей-поли-армей Но надо попомочь, надо пойти в двойное нападение Собежка там уже у... Пусть Габини пробьет трех очков Топ-нет, это правильно Молодец, Мартин отсек с полу от щита Одной рукой, а другой легко Подобрал мяч И быстрый прорыв, Маркус Браун Шикарно Шикарно играет Маркус Браун в этом эпизоде Стянул всех защитников на себя И потом просто откинул мяч в сторону Попалукаса, который Завершил из подказа эту атаку 23,67 Плюс 6 у ЦСКА Если мне не изменяет Ну и что, сбивает вернуть Сколе против размена Скола просит мяч в низах Но здорово Холден там претендует Матриялско, что долго не давал возможности Отдать паспорт сейчас Мартину все-таки дали фол Хотя, в общем, Скола навязывал борьбу Мартину Убирался в него рукой Толкались здесь оба Но, видимо, считали, что Мартину Убирался толкает более активно Холден вышел вместо Брауна На площадку Впервые В этой половине Он в половине появился И очень активен был в защите Мне кажется, смело могут идти на двойное нападение Вот от этого игрока Совершенно верно Да, Габини Второй трюльник Выпускает молоко За последнюю минуту игрового времени Да, для того, чтобы справиться со Сколой Все-таки нужна хорошая подстраховка Нужен еще один игрок И вот пока Габини Это тот игрок, от которого можно страховать Ну, вот говорили мы в начале второй половины Что пока никто со Сколой не справляется На мой взгляд, Мартин Мюрсер пока просто здорово действует Против аргентинца Чтобы так было и дальше Матриялска сыграет двоечку с Габини Чисто показывает арбитров Но, к сожалению, от рук армейцев Мяч улетает за литовую линию 14 секунд остается у Тау Керамики на атаку Габини Бальдерон Вновь с головы с мячом Указ готов помочь Молодец, 6 секунд остается на У Тау Керамики, чтобы выполнить бросок Сейчас здорово играл Покалуказ Пока Габини готов среагировать и на бросок Готов среагировать и на передачу Не позволил отдать ее точно 4-3 Сиреной Сиреной Все-таки Мациялска со Сколой разыграли этот мяч Скола поражает армейскую корзину 73-69, 5 с половиной минут Ну вот надо, наверное, все-таки отметить Хороший Забей Забей Здорово Ты не очень уверен Да, не мог забить он сразу Но, видимо, не очень удачно поймал Этот мяч Но и я, наверное, закончил свою мысль Что надо отдать должное соперникам армейцев Очень прилично Тау Грис играет сегодня Да, вовсе есть такое понятие Как боксер делает все зрелище И сегодня как раз испанцы выступают в роли этой команды Никто не считал их фаворитом Кадровые проблемы с равной выручкой игроков Потеря лидера в межсезонье А посмотрите Какой интереснейший матч Армейцам приходится действовать С полной нагрузкой И пока к восторгу трибун Армейцы впереди 75-69 Мартина забили И... Отлично Третья очка! Девять очков Ну, пока, опять же, если мы будем пользоваться такой актерской терминологией Тау Грис держал удар И пока это даже не нокдаун Тем более, что сейчас Муцеялскас будет пробивать два штрафных Армейцы исчерпали лимит командных замечаний В этой четверти И вместо Габини Подарившего Несколько приятных секунд болельщикам На площадку возвращается Армейским болельщикам Да, армейским болельщикам Возвращается на площадку В форме Габини Ммм... Занервничал и Муцеялскас Промахивается он С первой попытки слиния штрафного броска Мересепа уже чтит персональных замечаний Жалко будет Удачно Мартин действовал Но его не в защите и в нападении В защите, правда, ценой фала ему приходилось останавливать сколу Быстрее надо на Грейнджера перевести, нет Не оценил ситуацию Декудис, он сейчас против Декудиса Действовал Забей Затросит Деодорос Пополукас Три очка 81-70 Впереди армейцы 3,50 до конца До конца четвертой четверти Все-таки будем говорить так Холден по пятам преследует Муцеялскаса И так не дает ему вольности Ну что? Молодец, Мартин Держать, надо держать Ну как же так, Декудис не подобрал мяч этот Е5-й фоу, по-моему, у Декудиса Вообще фоу там можно было давать Четверки нападающему-то Давайте посмотрим повтор Можно было Просто влетел Мюрсо по Кальдерон Простите, видал в этом эпизоде Странное, странное решение В Декудисе это действительно четвертое персональное замечание Скола пробьется в штрафные вратки 81-70 Армейцы пока впереди Не меняет Ивкович Наверное, правильно делает Не меняет своих больших По четыре фола не имеют они Но и мажет, наконец-то, Скола После затянувшейся серии попаданий Несвойственные ему со штрафной 56% попадания в этом сезоне Но еще они Перебить? Нет? Нет Показывает, что раньше Мациялска слышал Отдать Грейнджеру надо И Декудису может быть следовало выйти на помощь Грейнджеру Потому что держит его Корнель Давид Который вряд ли будет прессинговать Грейнджеру получает персональное замечание Там Гейдал очень подвижен Девять Смотрите, Мациялска в наведении отбирает качу по полукасту Молодец, Голден Браво Очень здорово сыграл он в этой ситуации Знал он, что всего два петра Нет, а, извините Да, ошибся я Да, не позволил он забить верные два очка Может быть Мациялска смажет штрафные Хотя, со штрафными у него все в порядке Но, во всяком случае, это остановил он Счетчик На этот раз точен литовец 8171 Маркус Браун вернулся на площадку Вместо по полукасту Да, сокращает 9 очков 8172 3.06 до конца Но вот началась уже такая концовка Рейсингуют испанцы Нельзя сейчас расслабляться Армейцам Двойное нападение использует Таугресс Ну, и надо просчитать, что Нет, не успели Все, разменялся Добавил пизод, когда в полу держал Брауна Ну, что, пол Мартина, нет? Нет, пол Споля Споля, похоже Пол Мартина Нет, это пол На грани На грани потери был Тайм-аут Тайм-аут, Ивчевич Почувствовал, что как-то Дикудис получает мяч на периметре Давид его не атакует Даже сам не знал Димас Что делать, мы включим в этой ситуации Браун получает заслон от Мюрсов Мартин проваливается под кольцо Поднимает Сколу в воздух Но был здесь пол И вместо этого пятый пол Получает Мартин Мюрсов Обидная потеря Здорово Мартин действовал против Сколы В заключительной четверти Да, но Сколы здесь Хорошо сыграл в защите Да, две с половиной минуты Расстроен Мартин Но тем не менее Отмечаем мы его Два трехочковых попаданий Во второй половине Здорово Здорово Чтобы не думали судьи По этому поводу Защищался он против Сколы Мартин сделал свое дело Мартин может проходить Сейчас так немножко Возбужденно пародирует На скамейке Мациялскаса Так любит литовец Обозначить любое касание И сейчас как раз Мартин Производил Дрежение, которое обычно Исполняет Арвенда Сациялскас После любого контакта Про потерю Допускают армейцы И как-то вот Потревожнее стало Думаю, что Испанцы хорошо держат удар Зону поставили Плюс семь Нет, не зону Плюс семь Сейчас Очень похоже на зону было Даня Ацок брал Но вот забирает Пролетел там Кидал В быстром прорыве Маркус И фол получает Пильдерона Очень важный подбор Сделал Маркус И шел Не стал он рисковать В передаче Пошел он до конца Вынудил Пильдерона Свалить Минутный перерыв Берет Пока будет красивый эпизод Борьба в портере была Там Испанцы ее выиграли Ну а здесь Маркус Шел четко На фол Заработал его Маркус пробьет Два штрафных После тайм-аута И по-прежнему Плюс семь У армейцев Восемьдесят Один семьдесят Четыре За Одну минуту Сторок шесть Секунд до конца Два очка Очка нужно засчитывать Да Два Два Защитывают армейцев Давид Считал Два их засчитали Смахнуть этот мяч И от его руки Провалился он в кольцо Восемьдесят Корнель Давид Смахнуть Смахнуть Мяч Армейцев Корзинки Рейнджеру надо Один в один Наверное Может быть Сыграть Против Армейцев Похоже Решили По полной программе Использовать Отведенную Атаку 24 секунды Браун Против Мацияускаса Вновь пошел Маркус На фол И фол Этот Заработал Мацияускас Четвертое Переперсональное Замечание Получает Одна минута Шесть Секунд До конца Четвертой Четверти Продолжим Мы осторожничать Минута Шесть Не должна Упустить Своего Армейца Аплодирует Маркус Браун Пытается он вести себя В пылью И вот видите Залп Также аплодисментами Встречает Вторую Похожую Крауна Которая Оказывается Точный Взрыв Восторга Плюс Десять И Пошла Последняя Минута Четвертой Четверти Давид Против Грейнджера Неудобно Было Атаковать Брос на периметр Видал И потеряли Мацияускаса Тот Да Мацияускас Конечно 26 Очень сильный На счету Мацияускаса В этой матче Солдин Спокойно Отрывается От своего Обидуна Разыгрывает Армейский мяч на половине поля Душа Ивановича Двойное нападение требует Душа Ивановича Ивановича Отдать надо Все Закончилось Благополучно Дикудис пошел В проход Причем Не ожидал Он ничего Ничего Смотрите Надеется Надеется Что Восьми очков Преимущество Армейцам На 30 секунд Хватит Хватит Скола Точно Со средней дистанции 22 очко На счету Сколы Грейджер Преимущество Благополучно Преимущество Бегает Завида На браун На передачу Душа Иванович Требует Остаться Подопечных Смолитин КС Фильдерон Фильдерон Это пожелание Своего Настану Филдерон 26 Восемь 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 Маркус Наконец-то В третьей игре Евролиги В общем У него Я сыграл Он результативно Не хочу сказать Что он играл Плохо В первых двух играх Но он Позже играл Для команды Слишком хорошо Защищались Против него соперники Ну вот А сегодня Его Наконец-то Можно сказать Проглало И Был он Лидером Команды На площадке Очень Ну и Все творят Ветерон Академ Маркус Своей Половины Не точен Итак Мы поздравляем Московских армейцев И всех болельщиков С этой Славной победой В напряженном Поединке 83-й Ветеронной победе Ветеронной победе Продемонстрировав характер Мы благодарим Баскетболистов Тау Керамики Они сражались Достойно И заставили Армейцев На радость Переполненным Трибунам Показать себя Во всей красе Браво Душка Иванович И его парни Браво Души Ныскович И его Непобедимая Пока В этом сезоне Дружина Армейцы Благодаря своих Болельщиков Статистика Матча На ваших Экранах Но остались Армейцы На проценте 40 Попадания Трехочковых Выиграли В итоге Щит